И в продолжение темы. Уходящая неделя была наполнена множеством новогодних мероприятий. У Деда Мороза и Снегурочки не было ни одной свободной минуты. Они поздравляли воспитанников детских садов, побывали на школьных балах, участвовали в новогодних встречах славянских спортсменов. Новогодний огонек в красивом зале парка отеля «Уют» собрал паралимпийцев со всего Славянского района. Воспитанники отделения адаптивной физкультуры спортшколы «Изумруд». Их родители и друзья – спортсмены постарше. В теплой атмосфере их поздравили с Новым годом. Адресовали самые добрые пожелания глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета Григорий Литовко. Я считаю, что в Славянском районе много делается для развития адаптивной физкультуры. Мне приятно, что вы участвуете во всех мероприятиях. Не так давно прошло мероприятие в городе Новороссийске. Была очень большая наша Славянская делегация. Мне приятно, что на сегодняшний день при поддержке губернатора Кубани в целом благоустраивается территорией. И постоянно нам ставится задача о том, чтобы мы думали, чтобы создавать условия для беспрепятственного доступа людям с ограниченными возможностями. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Конечно же, всем крепкого здоровья, конечно же, всем благополучия, конечно же, всем оптимизма. Также продолжать участвовать в соревнованиях, встречаться, заниматься творчеством. Это, наверное, Славянский район. Он нашим единственным, что мы не разделяем ни побед, ни проблем, а пытаемся вместе решать все, не знаю, все задачи, которые нужны для комфортного проживания наших людей. Удачи, инвектора, всего самого доброго. Спасибо. Новый год славянские паралимпийцы встречают с высокими наградами, полученными в 2019 году. Сборная команда Славянского района по адаптивным видам спорта стала серебряным призером спортакиады инвалидов Кубани. Спортсменами-инвалидами завоевано 15 медалей всероссийского уровня и 56 – краевого. Наша спортсменка Наталья Павлюкова получила лицензию для участия в Паралимпийских играх 2020 года. Виктор Рамзин стал победителем чемпионата Краснодарского края по спорту пода, дисциплина пауэрлифтинг. Максим Морозкин завоевал золото в краевых соревнованиях по спорту слепых в дисциплине шоу-даун – настольный теннис. Перечислять достижения славянских паралимпийцев можно долго. И каждая их победа – это победа прежде всего над собой. Такие люди не могут не вызывать восхищения. Вы сегодня имеете большую-большую волю идти вперед, потому что вы хотите саморализоваться. И это очень здорово. На вас смотрят. И то, что сегодня мы имеем мастера спорта, то, что мы имеем лицензию – это плод всех ваших трудов. Ну и, конечно, это как бы вершина. А фундамент всего – это вот ваше, чтобы каждый имел возможность сегодня прийти в зал, пообщаться, позаниматься, выехать на соревнования. В следующем году выезжать на соревнования будет еще проще. Паралимпийцы получили новогодний подарок от районной власти – автомобиль, специально оборудованный для перевозок спортсменов-колясочников на тренировки, в городской бассейн и спорткомплексы на соревнования. Ну а все дети на празднике по традиции получили новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События».